В Чебоксарах с рабочим визитом находится полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В поездку дня окружного совещания вынесены такие темы, как импортозамещение, реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья, молодежная политика. С утра Михаил Бабич и Михаил Игнатьев побывали на одном из предприятий АБС Электро в НИИРе. Мы готовы заместить на отечественном рынке по низковольтным аппаратам продукцию дальнего зарубежья, как это говорится по первой федеральной целевой программе. То есть это, естественно, немцы, французы, можем американцев. Вот эти аппараты здесь представлены. Ну и Украина. В НИИР, как и многие другие электротехнические предприятия Чувашии, было и остается флагманом российского релестроения. Это всем известный факт. Но если раньше предприятие использовало импортные комплектующие, то сейчас электротехники готовы предложить заказчикам собственные разработки. Они пользуются все большим спросом. Здравствуйте. У нас комплекс работает. От разработки до внедрения, сопровождения и подставки бомб. В перспективе перевести все магнитные пускатели, малогабаритные реле, системы релейной защиты, в том числе и вторичные, на отечественную элементную базу. Немаловажный аспект – цена. Слабое место отечественной импортозамещающей продукции – высокая себестоимость. Но не в этом случае. У нас привода более дешевые получаются, соответственно, порядка 30-40%. За счет собственного цикла производства у нас свое литье, разработка программного обеспечения, полный цикл производства, начиная от литья, заканчивая интеллектом. Михаил Бабич посоветовал привлекать к финансированию научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы крупных заказчиков. Это позволит еще больше удешевить продукцию и расширить сферу изысканий. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.